Тодика боевого искусства позволяет обучающимся не только владеть навыками самообороны, работая с ножом, но и вывести на новый уровень свою скорость, реакцию, рефлексы, значительно улучшить физическую форму, тем самым чувствовать себя в безопасности, а значит жить полноценной жизнью, двигаясь к своим собственным целям. Целую неделю живописные места Вихорны Ступинского района стали местом усиленных тренировок спортивной школы ножевого боя «Толпар». На 10-й юбилейный слет приехали ученики и инструкторский состав со всей страны и даже зарубежья. Под руководством президента Федерации ножевого боя России, руководителя школы ножевого боя «Толпар» Кирилла Любина, было проведено более 50 часов тренировок по совершенствованию тактики, стратегии и психологии ведения ножевого искусства. У нас есть профессиональные спортсмены, которые в связи с возрастом уже не могут выступать на своих соревнованиях, потому что им уже за 30-40 лет, они уже мастера спорта, кандидат мастера спорта. А спортивный ножевой бой для них сейчас это новый виток, новая возможность опять же выступать на спортивных площадках и показывать высокие результаты. Ножевое фехтование – современный вид спортивного единоборства с применением приемов рукопашного боя. Помимо спортивного направления, включает в себя курс самообороны. Этот новый вид спорта приобретает всю большую популярность. Филиалы представительства расположены в 29 городах, 7 стран мира. Инструкторский состав включает 22 человека, которые регулярно подтверждают свою квалификацию на различных открытых чемпионатах и турнирах. С 2012 года толпар вошел в состав Российского союза боевых искусств. Нож – это не оружие. Нож не создан конструктивно для поражения живой цели, в отличие от пистолета либо от автомата. Нож – это инструмент, а человек уже его наделяет теми или иными функциями. Он может спасти жизнь, можно сделать ребенку игрушку, можно сделать оружие, лук тот же самый, да, а можно использовать его в качестве не очень хорошего инструмента. Но для этого не надо нигде ничему учиться, нужно просто быть неадекватным человеком. Отбор происходит достаточно серьезный. У нас есть анкетирование, у нас проводятся консультации с психологом, прежде чем человек начинает заниматься. Люди все адекватные. Изучая технику, тактику и психологию ведения ножевого боя, принимая участие в зрелищных, азартных и безопасных для жизни спортивных дуэльных спаррингах, начинаешь понимать, что ножевой бой – это гораздо интереснее, чем ты думал, считает руководитель школы ножевого боя «Толпар» города Ступино Александр Капранов. На его счету призовые места на различных московских соревнованиях. Второе место занимал на Кубке Европы. Давно вовлекаюсь единоборствами и после кикбоксинга как-то вот получилось так, что начал болеть колено. Ну и решил, что нужно что-то, может быть, полегче. Помогать всегда быть собранным, быть ответственным, созидателем, я бы сказал, и следить за собой. Спортивный ножевой бой уже много лет активно развивается в центральной части России и на территории стран СНГ. На Дальний Восток, в силу его удаленности от центральных регионов, все новые веяния доходят с ощутимым опозданием, говорит руководитель Центра изучения боевых и изящных искусств Востока города Владивостока Владимир Янфа. Тем не менее, волна интереса к ножевому бою, как виду спорта, докатилась и до них. Мужчина не может быть равнодушным к оружию, потому что по природе суть его такова – защищать и добывать, и охранять. Здесь уделяется двум сторонам. Первая сторона – как научиться использовать или пользоваться силой, как ее вызывать. Вторая сторона – как ее удерживать в контролируемых условиях для того, чтобы контролировать ситуацию вокруг себя и людей, которые находятся рядом. Прошедший слет стал одним из самых лучших и насыщенных мероприятий школы, в рамках которого были проведены очередные внутренние соревнования. Руководство и весь инструкторский состав школы поздравил всех участников с окончанием сборов и желает новых побед на пути познания боевых искусств.